В эфире новости информбюро. Добрый вечер. В студии Наталья Райма, моя коллега Аида Барамбар. И смотрите сегодня. Ужесточили, как живут Алматы и Нурсултан по новым правилам. О чем предупредили полицейские? Из дома не выходите, хорошо? Какие документы помогут беспрепятственно добраться на работу? И какое наказание ждет родителей за прогулки детей? Штурм ГЦВП. Сколько человек в Усть-Каменогорске пришли за социальной выплатой? По 42 500 тенге будут получать те, кто лишился работы. Средств нет, денег нет. Как оформить матпомощь? Скоро школа. Как будут проходить уроки? Каков алгоритм взаимодействия учителей с учениками? Все это отрабатываете. Кому выдадут компьютеры и отменят ли ссоры? Золотой корень. Имбирь продают в Казахстане по 15 тысяч тенге за килограмм. Они дают такую цену, да? Да, да. Действительно ли он может помочь в борьбе с коронавирусом? Сегодня в двух городах Казахстана начал действовать дополнительно усиленный режим карантина. В Нур-Султане Алматы до 5 апреля приостановлена деятельность всех организаций, за исключением служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов. Остальные казахстанцы, которые не работают в этих сферах, должны оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. За продуктами в аптеке или в больнице. Полицейские уже усилили контроль за передвижением водителей. В Алматы на магистралях начали проверять наличие специальных документов, позволяющих передвигаться по городу. Из-за этого сегодня на проспекте Аль-Фараби образовался большой затор. Внутри Алматы, помимо пограничных, теперь работает еще 26 блокпостов. Проезжую часть будут сужать и устанавливать ограничительные дорожные знаки. У всех водителей проверяют документы, главная из которых – справка с места работы. Там должны быть указаны названия организации, контакты руководителя и сотрудника отдела кадров, а также должны быть подпись генерального директора и печать. Пешеходам разрешено выходить из дома на расстоянии не более 500 метров. В противном случае от малатинца могут выписать штраф, превышающий 25 тысяч тенге. Но пока правоохранители разъясняют правила. В первую очередь наши полицейские проводят разъяснительную работу. Мы на упражнении работаем, разъясняем, что надо сидеть дома, не надо выходить без надобности. У вас есть какие-то вопросы или какие-то вы можете задавать на колл-центр. Касаемо кто-то там сейчас много вопросов поступает, что неправильно остановили, неправильно где-то составляет протокол. В Алматы и столица отслеживать нарушители будут при помощи Сергек. У владельцев, которые неоднократно проигнорируют режим ЧП, машины будут водворять на штрафстоянку. Нур-Султане уже забрали более 30 автомобилей. С момента введения ЧП в столице к административной ответственности привлекли 400 граждан, а 75 арестовали. Также штрафы в размере 26 тысяч тенге грозят родителям, чьи дети играют на улицах, особенно без сопровождения. Помимо полицейских за соблюжением порядка будут следить более тысячи гвардейцев и 200 военнослужащих. У нас был зафиксирован факт на блокпосту на выезде из города. Водитель автомашины одной из фирм пытался оказать неповиновение работникам полиции, который получил административный арест. В настоящее время находится в специальном учреждении. Министр юстиции Марат Бекитаев призвал казахстанцев выполнять требования полицейских и не скандалить, если не успели получить разрешительные документы. Он привел данные Генеральной прокуратуры и отметил, что усиление карантинных мер уже дает результаты. Если в субботу по Казахстану штрафовали 124 человека, то на следующий день всего 29. Самое главное сохранять спокойствие. Не надо спорить, не надо скандалить. Надо попытаться спокойно, обстоятельно объяснить, куда и с какой целью вы следуете. Если, например, вы следуете на работу, можно предложить предоставить номер телефона работодателя или кадровой службы. Министр обратил внимание, что при отсутствии справки с места работы нельзя идти обходным путем и получать ее незаконными способами. Это будет расцениваться как фальсификация документов и рассматривается как уголовное преступление. Правонарушением считаются и угрозы в адрес казахстанцев, которые заразились коронавирусом, если они были отправлены сообщением или размещены публично. Административные штрафы в размере 26 тысяч тенге грозят всем нарушителям карантина, даже тем, кто занимается спортом на улице, совершает пробежку или подолгу выгуливает домашних питомцев. К ответственности привлекут и тех, кто по-прежнему собирается большими группами и отмечает праздники. Организатор ТОИ, а также участник ТОИ, они несут равную ответственность за нарушение карантина. Это штраф в 26 тысяч тенге, либо арест до 15 суток. На отбавку к заработной плате получат медики, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Это решение утвердила Госкомиссия по обеспечению режима ЧП. Надбавка будет ежемесячной и фиксированной. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев под трем группам риска. Врачи, вошедшие в первую группу, очень высокого риска, смогут получать 20 минимальных заработных плат. Это 850 тысяч тенге. Для медицинского персонала из второй группы высокого риска. Надбавка составит 425 тысяч тенге. А те, кто войдет в группу среднего риска, получат чуть больше 212 тысяч тенге. В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника, единовременные социальные выплаты из Госфонда, соцстрахование составит 2 миллиона тенге, а в случае смерти – 10 миллионов. Президент дал поручение выделить все необходимые финансовые средства в оперативном порядке. Отметив, что героический и самоотверженный труд казахстанских врачей не останется без поддержки государства. Число в Казахстане заболевших коронавирусом перевалило за 300. Сегодня зафиксированы еще 8 случаев заражения. Так, общее число инфицированных составило 302 человека. Последние данные сообщили в Республиканском оперативном штабе. По количеству заражения по-прежнему лидирует столица. Там зарегистрировано 168 случаев. В Алматы – 73. На третьем месте – Карагандинская область. Там уже 13 человек с COVID-19. В Атыраусской области – 12, в Акмолинской – 9, в Алматинской – 8, в Кызылординской – 5, в Жамбылской области – 3, в Шимкенсе, в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях – по 2, в Североказахстанском, Мангистауской областях – по 1. Глава Минздрава Илджан Бертанов сообщил, что состояние 8 заболевших оценивается как тяжелое. Из них четверо находятся на искусственной вентиляции легких. У 30 человек – состояние средней степени тяжести. В Алматы и Нур-Султане в скором времени станут доступны тесты на коронавирус для всех желающих, но они будут платными. В данное время решается, на базе каких лабораторий можно будет сделать анализ. Для этого разработан специальный алгоритм действий. Все будет производиться строго по записи. Процедура будет производиться на базе частных лабораторий на один город, не больше четырех точек приема анализов. Сделать тест можно будет только по записи. Но санэпидемиологи сами могут определять очередность. Сначала приглашать тех, кто входит в группу риска или у кого есть похожие симптомы. На сегодняшний день подобные анализы делает только национальный центр экспертизы по запросам больницы и поликлиник. Гражданам приходить в этот центр не нужно. В Усть-Каменогорске люди, потерявшие работу из-за режима ЧП, пришли в выплатной центр, чтобы узнать, как им получить обещание. В Усть-Каменогорске не ввели режим карантина, десятки местных жителей поспешили в ГЦВП. Однако внутрь они попали не сразу. Полицейские пропускали не всех и требовали соблюдать дистанцию. Люди возмущались, что так и не узнали, как получить социальную выплату в 42 500 тенге из-за того, что лишились работы. Где они? Нету. Я обращаюсь, значит, к каким у города, к каким у области, а кем в области вообще игнорируют, а кем города, всё объезжают. Кого объезжают, понятия не имею. В Усть-Каменогорске семей не закрыты на карантин. Всё же работники Центра социальных выплат просят не подвергать себя опасности. Тем более, что всю информацию и даже сами выплаты нужно оформить онлайн. Мы приём документов пока не ведём. Услугополучателям всем рекомендуем обратиться к своим работодателям, поскольку также заявление на получение данного вида пособия будет приниматься через портал электронного правительства, через своих работодателей. Круг получателей госвыплаты из-за потери доходов во время ЧП расширили. Также упростили условия назначения. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что помимо индивидуальных предпринимателей, потерявших работу, помощь получат сотрудники крупных бизнес-объектов в местах, где введён карантин. И лица, которые оказывают услуги по гражданско-правовым договорам. Больше не нужно собирать документы, подтверждающие потерю доходов. Для назначения соцвыплаты работодатели подают заявление с приложением только списка работников ИП, ЧП, ГПХ. Плачельщики ИСП подают только заявление с указанием личных данных. Также работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель. Заявление подаётся онлайн через сервис электронные обращения на портале электронного правительства с использованием цифровой подписи. Теперь для этого достаточно иметь хотя бы один пенсионный взнос за последний год. Также стоит отметить, что срок рассмотрения заявки сократились с 7 до 3 рабочих дней. Ардак Камал, Индира Какимова, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Уже через неделю у школьников начнутся занятия. Казахстанские школы вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Это будет первый опыт для среднего образования. Как в школах собираются решать проблемы с доступом к интернету и какую работу прямо сейчас ведут педагоги, расскажет Мадина Исюмбаева. Урок по теме уравнения с параметрами. Учитель математики с 20-летним стажем Оксана Абакумова готовится к четвертой четверти. Она записывает видеоуроки, которые будет отправлять по плану своим ученикам. Именно отсюда из дома Оксана Абакумова станет обучать детей о замматематике до начала летних каникул. Недавно мы провели пробный классный час с детьми, ознакомили их с расписанием уроков, рассказали, как будет проходить процесс обучения. Заодно убедились в том, что каждый ребенок действительно может выйти на связь. Пока школьники на каникулах, учителя отрабатывают новые навыки. Как прикреплять программу Zoom, Кунделик и другим образовательным платформам. Кураторы интересуются, у всех ли учеников есть доступ к интернету. По словам сотрудников образования, для нового формата подойдет не только компьютер, смартфон, но и обычный телефон. Особенно это важно для отдаленных сел, где нет гаджетов и плохой интернет. Но и в городе не все занятия будут онлайн. Детям будут отправлять ссылки на полезные сайты. В Министерстве образования и науки Республики Казахстан достигнута договоренность о бесплатном доступе к образовательному контенту интернет-платформам таких организаций, как Болем, Ленд, Дарын Онлайн, Кунделик и другие. В Алматы свыше 276 тысяч школьников. Конечно, не во всех семьях есть компьютеры и смартфоны. Поэтому школы передали более 10 тысяч имеющейся техники многодетным, малоимущим и учителям на временное пользование. В первые и четвертые классы мы возлагаем большие надежды на помощь со стороны родителей в организации учебного процесса. Если старшие дети более самостоятельны, то учащимся начальной школы необходима помощь родителей. С начала четверти ежедневно по будням на каналах Палапан и Ельнарна будут расслироваться уроки для учащихся с 1 по 11 класс. Расписание будет готово ближе к 5 апреля. В Алматы на региональном канале ведется запись уроков естественно-математического направления. В Министерстве образования также сообщили, что в последней четверти по каждому предмету проведут всего один СОР и СОЧ. Мадина Исюмбаева, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. В аэропорту Манилы на Филиппинах взорвался и сгорел самолет, который должен был доставить пациента в Японию. Жертвами крушения стали 8 человек. Борт должен был отправиться из аэропорта Манилы около 8 вечера по местному времени, но в конце взлетной полосы загорелся и взорвался. Это был самолет чартерной авиакомпании, застрахованный для доставки в Японию пациента под присмотром трех медиков. Также на борту был сопровождающий больного и три члена экипажа. Шестеро погибших это филипинцы, один канадец и один гражданин США. С 26 марта филиппины приостановили регулярные международные рейсы из-за пандемии коронавируса. Власти начали расследование инцидента. Тенге продолжает слабеть. На фондовой бирже торги закончились на отметке 448,1. По сравнению с минувшей пятницей, американская валюта подорожала сразу на 2 тенге и 19 иинов. Но купить или продать доллары сейчас могут не все. Обменные пункты в Алматы, Нур-Султане с сегодняшнего дня и до 6 апреля закрыты из-за усиления карантина. На финансовых рынках наблюдается сложная ситуация из-за пандемии коронавируса и спада цен на нефть. Тем не менее, мировые правительства готовы во что бы то ни стало поддерживать экономику. Вливать в нее триллионы долларов. Это дает свои плоды. На прошлой неделе мы увидели по индексам крупнейший трехдневный отскок с 1931 года. Есть вероятность, что принимаемые меры действительно помогут. Во время паники аналитики Freedom Finance отобрали несколько идей с хорошими скидками и потенциалом роста. Первый игрок – платежная система Visa. Ожидается, что компания продолжит увеличивать доходы и будет представлять большую ценность для инвесторов. Целевая цена за акцию – 195 долларов. Прогноз – плюс 21% за год. Следующий игрок – консалтинговая компания Accenture. Сфера деятельности – стратегическое планирование и оптимизация бизнес-процессов. Выручка за первый квартал – больше 11 миллиардов долларов. Как следствие – благоприятный прогноз от аналитиков. Целевая цена – 200 долларов. Ожидаемый рост – плюс 23%. Вы смотрите новости информбюро. В Кастанае вынесли приговор мужчине, который порезал свою сожительницу на работе в детском саду. Из-за ревности он нанес ей 22 ножевых ранения. Но женщина чудом осталась жива. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы и к принудительному лечению от алкоголизма. Из-за введенных ограничений в связи с ЧП суд проходил по видеоконференц-связи. Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Мужчина работал конюхом в пригородном поселке, вооружившись ножом. Он пришел в детский сад к 32-летней сожительнице, которая работала там помощником воспитателя. Малыши спали. Мужчина набросился на женщину с ножом. Она выжила, но потеряла зрение на один глаз. В гражданском браке они прожили 11 лет и воспитывали сына. 30 компаний-однодневок в Караганды обналичили более 22 миллиардов бюджетных тенге и не выплатили налогов на 7 миллиардов. В организованной преступной схеме участвовали 16 человек. Товары по счетам фактурам были разные. Инертные материалы, песок, строительные материалы, которые фактически не поставлялись в адрес контрагентов. Контрагенты, в свою очередь, перечисляли денежные средства в адрес, предполагаемых, лжепредприятий, которые в дальнейшем были беспрепятственно сняты с банка второго уровня в суммах от 50 и более миллионов тенге. 30 компаний, которые просуществовали всего месяц, обналичивали миллиардные суммы. Оказалось, что организаторы схемы открыли эти предприятия на своих друзей и родственников. Товары на самом деле не поставлялись, услуги не оказывались. Общий оборот фиктивных компаний превысил 22 миллиарда тенге. В государственный бюджет не поступили 7 миллиардов в тенге налогов. В ходе обысков по 16 адресам изъяли ноутбуки, жесткие диски с бухгалтерией и травматические пистолеты. Четверых человек задержали. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Очередь за продуктами сегодня выстроилась у здания партии «Нуратам» в Шимкенте. Более 40 человек пришли к дверям филиала, поверив рассылке о том, что многодетным и матерям-одиночкам полагается продуктовая корзина. Подробности в материале Бахрома Абдулаева. Вот 80 звонков на этот номер. 38-летняя мать-одиночка Наргиза Шинебекова пришла к зданию филиала партии «Нуратам» за продуктами. Она растит 6-летнего сына с инвалидностью и снимает жилье. Раньше перебивалась случайными заработками. Теперь и их нет. Многие на квартирах живут. Нечем платить людям. Не то, что продукты. А говорят, всем смс приходят, выдают продукты. Все дети говорят, сидят дома. Надо же кушать. Нету, нету помощи. Вместе с Наргизой Шинебековой за продуктами к зданию партии пришли более 40 человек. По большей части это многодетные матери и те, кто жил ежедневными заработками и из-за карантинных мер их лишился. Люди уверяют, что получили сообщение о том, что могут рассчитывать на продуктовую корзину, которую якобы выдают в партии «Нуратан». Сообщение разослали, мы пришли. Они нам даже двери не открыли. В том, что столько людей собрались в одном месте, они виноваты. Как утверждают собравшиеся, сообщение о получении продуктовой корзины, в которой по 5 килограмм гречки, сахара, риса, макарон, а также 3 литра подсолнечного масла, коробка печенья и 7 пачек заварки и хозпакет, маски, влажные салфетки, бумажные полотенца и 10 штук хозяйственного мыла раздают всем многодетным матерям. В партии «Нуратан» сообщили, что помощь действительно оказывают, но списком из СОБЕСов. СОБЕС определяет, делает акт, потом даёт нам этот список. По этому списку мы работаем. Там нету слова про многодетных. Пока продукты развозят пенсионерам, малоимущим, сиротам и инвалидам. В Управлении занятости и социальной защиты нам сообщили, что список кандидатов на получение продуктовой корзины от партийцев предоставляет один из благотворительных фондов. Они получают их в районных акиматах. Бахрум Абдулаев, Виталий Занитинов, информбюро «Шимкент». На сегодня карантин по коронавирусу введён в девяти городах Казахстана. К Калматы, Нур-Султану, Актау и Атырау присоединилась единая карантинная зона в Карагандинской области. В неё вошли Караганды и четыре города-спутника. Людей призывают не покидать свои дома, но карагандинцы жалуются, что на проверяющих коммунальщиков, которые повадились ходить по квартирам. Людмила Батюшкина расскажет. Надежда Саенко – человек ответственный. Сама для себя устроила карантин уже с 22 марта. На улицу не выходит. Продукты ей приносят дети и оставляют под дверью. Поэтому интервью с ней мы записали в удалённом режиме. Женщина возмутила, что в отличие от неё введённый карантин не соблюдают представители коммунального предприятия. На выходных они пришли к ней в квартиру осматривать, не пользуются ли Надежда горячей водой из системы отопления. Ни маски на ней нет, ни нет перчаток на ней. Вот единственная бахила. Со своих ног сняла, пошла в соседнюю квартиру. Нельзя отложить эту миссию на другие времена, более спокойные. Нет, мы работаем. Это наша зарплата, за это нам деньги платят. В компании «Теплотранзит Караганда» нам ответили, что произошло недоразумение. Заявку подал один из жителей дома. А уж то, что работники пошли по другим квартирам, это личная инициатива контролёров. За это, конечно, они наказаны будут. Вернее, не контролёры, это было распоряжение инженера. Она отправила эту заявку, выполнили. Вообще не должны были принимать заявки. Было издано новое распоряжение, но мы будем все эти заявки выполнять только после того, как снимут карантин. А до того момента наши люди не будут ходить по объектам. То есть казахстанцы могут просто не впускать в свои квартиры контролёров и проверяющих. Более того, в период карантина люди могут сами снимать пломбы со счётчиков, если, к примеру, протекает труба и необходим ремонт. Нужно будет оставить заявку по телефону, и тогда штрафных санкций не будет, пояснили в компании. Если всё же необходим ремонт, то на слесаре или монтёре должны быть маски, перчатки или другие средства индивидуальной защиты. Обеспечить ими работников задача их руководства. А в Алматы жильцы дома, где ранее были выявлены заражённые, наконец-то могут вздохнуть с облегчением. С жилого комплекса «Штункар» сняли карантин. Люди признаются, что за эти 14 дней в заточении не прошли для них даром. Что они начали ценить и как теперь относятся к коронавирусу, узнает мой коллега Аскар Миндубаев. Для жителей этого дома карантинный плен закончился два дня назад. Но даже сейчас они могут выходить только по срочным делам или на работу. Бота – одна из тех, кто был вынужден находиться в четырёх стенах 15 дней. Девушка уверена, это время прошло не зря. Просто начинаешь ценить обычные простые вещи. Это возможность побыть с близкими. Даже простой хлеб начинаешь ценить, потому что мы не могли купить хлеб, были закрыты на карантине. Фарид Джохангари живёт здесь уже несколько лет. Когда объявили о том, что в их доме есть заразившийся коронавирусом, он был на работе. Сначала не поверил и даже думал о том, чтобы снять на время другое жильё. Но о заточении сейчас не жалеет. Произошла переоценка, делится мужчина. Ощущение, вот, оценили больше времени. Оценили время, время оценили уже. И больше, как могу сказать, много дел, которые не успели до этого сделать, сделали дома. Ни один жилец этого дома не был привлечён к ответственности за нарушение карантинного режима. И даже после снятия карантина многие жильцы до сих пор предпочитают заказывать еду и продукты на дом и практически не выходят на улицу. Напомним, этот дом одним из первых в Казахстане был закрыт на карантин из-за того, что здесь обнаружили заболевшего коронавирусом. Более двух тысяч жильцов оказались в домашней изоляции. Запреты касались всего. Выбрать самим продукты также не предоставлялось возможным. Эти заботы брали на себя волонтёры, которые дежурили у подъездов. Детская площадка и сейчас закрыта. Снимать ленту никто не спешит, потому что стали более дисциплинированнее. Оказаться в группе риска во второй раз никому не хочется. Корень имбиря подорожал в Казахстане. Многие приписывают ему чудодейственные свойства, которые якобы могут помочь в борьбе с коронавирусом. Теперь его стоимость достигает 17 тысяч в деньге за килограмм. Хотя прежде не превышала и трёх тысяч. Вот уж поистине золотой корень. Действительно ли он способен защитить от ковид-19, узнавала Нина Шапо. Жанат на Урзаленова даже не припомнит, когда на имбирь был такой ажиотажный спрос. Популярным корень стал после рассылки в мессенджерах. Прежний завоз имбиря скупили, а вот снова им продавцы не спешат. Закупочная цена на него подскочила мгновенно. С 2,5 тысяч в деньге за килограмм до 15 тысяч. А кое-где и до 17. Иммунитет он повышает. Хорошо его с лимоном. Чай пить. Как профилактика коронавируса? Ну, говорят же так же. Было же в интернете. И вот за счёт этого спрос поднялся на имбирь. Сейчас интернет просто пестрит рецептами чудодейственных настоек и снадобий в качестве профилактики коронавируса. Кто-то рекламирует свой чудо-чай на ютубе из имбиря и лимона. Кто-то рассылает в ватсапе рассылку о дезинфекции адраспаном. На рынке его сейчас тоже. Днём с огнём не сыщешь. Нам удалось найти в старых запасах пучок адраспана. Для того, чтобы обработать комнату, по словам продавцов из Нахари, достаточно поджечь несколько стебельков и пройтись с дымящим пучком по комнате. Таким образом можно убить микробы и вирусы. Помимо адраспана стал популярен и бараний курдючий жир. В казахской народной медицине его активно используют для лечения заболеваний дыхательных путей и даже туберкулёза. Считается, что если периодически съедать ложку разогретого курдючного жира, от этого поднимается иммунитет. Врачи устали развенчивать мифы о том, что народные средства обладают противовирусным эффектом. Вот это народные средства для укрепления иммунитета. Поэтому, например, что это панацея от этого вируса, не могу так сказать. Просто вы знаете, что вирус заключен в липидную оболочку и при повышении pH среды он разрушается. Поэтому при употреблении имбиря, адраспана, pH среды увеличивается. Но и увлекаться народными средствами тоже не стоит. А лучше всего от вируса могут защитить только карантинные меры. То есть не стоит появляться в людных местах, почаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Кустанай. В условиях самоизоляции мы все равно вынуждены ходить в магазин за самым необходимым. Возможно ли принести домой вирус вместе с продуктами? Нужно ли обрабатывать их перед тем, как поставить в холодильник? Ответы на эти вопросы уже через несколько минут. Сегодня в специальном проекте «Коронавирус неистил Кирек».